Еще один сервис с похожим функционалом, называется он Time Toast, он тоже дает возможность просмотреть ленту времени в двух форматах, как список и как график. Единственный его минус, это то, что там появляется реклама по краям, но поскольку это сервис бесплатный, то от рекламы мы никуда не денемся. Единственное, что ставим блокировщик рекламы, я уже без него просто никуда, это блок, который позволяет избавиться от рекламы. Ну и второй минус, то, что ленту времени нельзя встроить на сайты и в блоге, к сожалению. Ну а так в целом, то здесь тоже никаких ограничений нет, здесь можно огромное количество создавать ленту времени с любым количеством событий, добавлять к этим событиям картинки, ссылки и тексты. Вот так оно и работает. Регистрация очень простая, буквально пару минут и вы уже внутри сервиса. Давайте смотреть. Здесь тоже есть карточка события, тоже примерно такие же кнопочки, только здесь они немножко по-другому называются, там было add event, здесь create event. Ну смысл один и тот же, создание события. Обязательно название событий и дата, хотя бы начало. Итак, смотрим, что у нас здесь есть. Название события, естественно, его описание, дату выставляем, можно до нашей эры. Картинки загружаем с компьютера, ну и сохраняем соответственно. С правой стороны то же самое в заполненном виде. Как это было у меня, например, в ленте времени. События можно удалить, если вам нужно картинку перезагрузить в другую, это все делается довольно быстро. Дополнительно этот сервис предлагает еще возможность создания временных отрезков. Если события – это такое одиночное мероприятие, ну, например, дата рождения, дата выхода книги и так далее, то вот длительный период – это какой-то, ну, например, продолжительность жизни чья-то, либо там сколько лет длилось то или иное событие и так далее. Тайм-спаны они называются, периоды временные. Карточка примерно такая же, только теперь здесь нужно проставить не только начало события, но и его окончание. На ленте времени они будут немножко по-другому выглядеть. Точно так же можно добавить описание к нему, правда, картинку здесь уже не получится загрузить, и сохранить обязательно. Все это тут же появляется на ленте времени, тут же вы можете все это сразу посмотреть, как будет выглядеть. И в случае чего вернуться к редактированию. Что мы получаем на выходе? На выходе мы получаем возможность распечатать в формате PDF готовую ленту времени. Можно поделиться ссылочкой. Можно просмотреть в виде списка и в виде ленты, в виде узкой ленты и в виде широкой ленты. И вот эти скобочки, они раскрывают ленту времени вообще на весь экран. Вот таким образом можно в пяти разных видах увидеть одну и ту же ленту времени. Красивый, простой, довольно просто в нем работает. На английском, конечно, но переводчик нам поможет. Давайте еще посмотрим другие инструменты. Ну, вот, пожалуйста, еще раз покажу вам возможности, да, что тут можно получить ссылочку, ее скопировать и дальше делиться с ней. В бесплатном тарифе вы можете неограниченное количество публичных лент времени создавать. Это мы, когда создаем ленту, выставляем ей опцию паблик. Но в черновиках держать можно только одну ленту. Черновик – это драфт. То есть здесь нельзя вот насоздавать много-много времени, лент времени никому их не показывать. Нет, придется их публиковать, чтобы они были в общественном доступе у всех. Продолжение следует...